Добрый день, друзья! Как обычно в это время, мы в доле с удивительными женщинами, которые меняют этот мир к лучшему своими делами и тем путем, которым они идут, и который они нашли, и которому мы все, в общем, как к какому-то, я не знаю, живоносному источнику притекаем. Будь это женщины в бизнесе или в любой другой сфере жизни, в этой студии оказываются уникальные люди, и сегодня с нами один такой человек, терапевт, кардиолог, гомеопат, преподаватель Лондонского Королевского Гомеопатического Колледжа, писатель Алла Осипова. Здравствуйте, Алла! Здравствуйте! Слушайте, у вас столько дел и столько занятий, я даже не знаю, за что хвататься, о чем рассказывать изначально. Ну, наверное, что такое гомеопатия, не стоит рассказывать нашим слушателям? Я думаю, что все в курсе уже, хорошо освоили препарат. Да, но вот в числе ваших прочих специализаций есть такие вещи, которые для меня, например, непостижимы. Что такое эридодиагностика? Эридодиагностика – это диагностика по радужке глаза. Я была ученицей самого известного эридодиагноста Евгения Сергеевича Вельховера, это очень известный невропатолог, эридодиагност мирового уровня. А это у нас в России придумали? Да, да, да. Нет, это придумали не в России, но он выпустил монографию, которая известна во всем мире, и совершенно потрясающий человек, к сожалению, он уже в мире ином, но он такого уровня был исследователь, которому можно равняться и черпать вот этот живоносный источник годами. Да, так, склеродиагностика, это, я тоже так понимаю, связано с глазами. Да, на склере тоже есть очень много интересных знаков, и вот Евгений Сергеевич, он занимался как раз тем, что он определял, то есть к нему приходил человек, и он сразу видел абсолютно всё, что его может подстерегать. Какой тип реагирования, какая нервная система, что его ждёт в будущем, чем он должен питаться, какие у него были травмы. Даже это по глазам видно? По глазам видно абсолютно всё, если хорошо знать. То есть глаза не только зеркало души, но и медицинская карта организма. Глаза – это вообще язык мозга, вот, и в глазах видно абсолютно всё. Ну, вы сами знаете, что когда видите человека, у него нет блеска в глазах, он потухший, значит, соответственно, это тоже происходит у него мозгу. Так, следующее – это натуропатия. Натуропатия – это такое глобальное понятие, которое включает в себя все естественные методы лечения, которые не препятствуют натуральному течению событий. Вот мы сейчас только говорили про температуру, то есть натуропатия использует те методы, которые не идут против природы, а идут за. Да, я поясню нашим слушателям. Я перед эфиром как раз гордо рассказывала Али, что мы не сбивали в последний раз температуру у ребёнка, который болел у РВИ, температура была очень высокая, и при этом, ну, ребёнок её неплохо переносил, и для меня просто чудом явилось то, что болезнь закончилась одним днём. Так и должно быть. То есть есть вот естественное течение. Да, естественное течение. Можно немного помогать организму в этом, то есть немножко облегчать, там, какие-то делать обтирания и так далее. Вот, но то, что происходит у нас в медицине, к сожалению, вот сейчас в данное время, это всё следование против природы. Вот, поэтому я считаю, что вот я изучила те медицины, части медицины, которые идут за природой. А что такое антропосовская медицина? Антропосовская медицина, она была разработана в Германии, и существует антропосовское общество. Они рассматривают тоже человека на многих уровнях, то есть они считают, что человек, он неразрывен в единстве с минеральным царством, на него очень сильно действует метео всевозможное. Так ведь и действует? Действует, конечно. Особенно это хорошо известно гипертоникам, которые страдают при полнолунии от повышенного давления. Почему? Потому что прилив идёт, Луна действует. Естественно, что действует не только Луна, но и все другие жидкости, да, и солнечные вспышки. Вот, Чижевский очень много этим занимался. Кстати говоря, Чижевский, он с Евгением Сергеевичем Лиховером, с отцом Евгением Сергеевичем был знаком. И вот они разрабатывали как раз вот эту вот неразработанную область воздействия природных факторов на здоровье. То есть я так понимаю, если перевести это всё на мой такой простой журналистский язык, вы занимаетесь теми областями медицины, которые не рассматривают человека как набор отдельных органов больных или здоровых. Как, я не знаю, там, совокупность разных показателей давления, температуры, пульса и прочего-прочего, а как некое единое целое, причём не исключая то, что он думает, то, какое у него настроение. То есть психо- и психическое, и физическое всё в одном. Да, то есть я рассматриваю те методы лечения, которые подходят холистически, то есть это от слова хол целый, английское название, вот, потому что у человека есть физическое тело, эмоциональный уровень и интеллектуальный уровень. И вот эта вот совокупность, она должна лечиться единым образом, потому что как в нашей медицине, что-то замазали, симптом оборвали, но это не значит, что у человека всё это, это идёт вверх, как правило. То есть, например, у ребёночка сыпь, замазали гормональными мазями, все довольны, клоняются доктору. Кожа чистая? Кожа чистая, всё прекрасно, потом у него развивается калит, развивается астма и трудности с поведением. И что, это как-то связано? Конечно, это всё связано, потому что это всё единое, это единая система, которая неразрывная. Вот, то же самое, они идут, например, лечиться от астмы, им назначают что-то такое локальное. Но чем-то гормональным дышать? Ну, гормональным дышать или ещё что-нибудь, там делают пробы антиаллергические какие-то, да, и назначают, к примеру, гормоны тоже, опять же, да. Вот, а потом ребёнок становится агрессивным, у него появляются страхи ночные и тики. Вот, о чём это говорит? О том, что болезнь всю подняли вверх. В голове. В голове, к эмоциональному уровню, да. Если ребёнка потом пойти к невропатологу, да, невропатолог опять назначит какие-то препараты успокоительные, да, чтобы родителям... Гиперактивность какую-нибудь. Гиперактивность, да, и лекарства там, традиционные лекарства, седативные там и так далее, да. Что произойдёт? Произойдёт то, что у ребёнка произойдут нарушения уже на интеллектуальном уровне. Ну, хуже станет считать. У него будут какие-то провалы в памяти. Вот, ну и, соответственно, пошли, пошли дальше. Но, с другой стороны, ведь это же гораздо более простой и незамысловатый подход, причём есть такая негласная договорённость у врачей и у пациентов взрослых, что так надо, и будем придерживаться этого и не задавать лишних вопросов и не искать каких-то иных путей. Потому что здесь всё понятно. Прочитал симптом, купил таблетку, съел таблетку, согласно инструкции запил, вроде отпустила. А что дальше? Это никого не волнует. Да, и очень многие люди, которые нас сейчас слушают, они наверняка уже там сидят и фыркают и говорят, фу, да, ну это всё шарлатанство, не верю я в эту гомеопатию, это всё ерунда. Вы знаете, на самом деле люди интуитивно, они всегда очень чувствуют, поэтому очень многие боятся лекарств, потому что они, раз, боятся попасть в зависимость и всё время быть на таблетках, и, два, они понимают, что с ними что-то происходит не то. Поэтому наш народ, гениальный народ, он не любит лечиться, и это прекрасно. Да, это, знаете, этот анекдот, да, как в России есть две болезни, ну, простите мне, сленг, фигня и пипец. Фигня сама проходит, а пипец не лечится, вот и всё. Вот, дело всё в том, что вот жизненная сила, которая в человеке есть, она очень часто сама излечивает заболевания, но есть такая маленькая тонкость. То есть, если человек не осознаёт взрослый, какие у него проблемы. Например, могу сказать на 99,99%, что люди, у которых есть желчнокаменная болезнь, у них есть скрытый гнев. Вот, то есть, это уже доказано, это абсолютно, потому что это проблема функционирования ветра в организме. То есть, человек накапливает вот этот вот гнев, он его не разряжает. А под ветром мы что здесь подразумеваем? Ветер – это китайская энергия, то есть, это энергия движения. То есть, мы же все биологически запрограммированы на то, что когда возникает эмоция, вот напал на вас кто-то, да, что мы должны сделать? Мы должны спастись или бегством, или же мы должны ему дать в лоб. Что у нас происходит? Начальник приходит, наорал. Что делает человек? Промолчал. Он чертыхается внутри. И он иногда не осознает, что он ненавидит этого человека. Значит, ему надо пойти. И вот как в замечательном фильме было всем известном, украшение строптивой, значит, или колокола, или пробить дрова, или стукнуть подушку, как в Японии молотят вот эти вот куклы. Вот, то есть, обязательно физическое действие сделать. Вот, если это будет повторяющаяся ситуация, да, вот молодые женщины, очень часто у них какой-то скрытый гнев. Они, там, на мужа, или, там, на любовницу мужа, там, сердятся и копятся, или на свекровь. Вот, они должны, прежде всего, осознать, у меня есть эта эмоция, сказать себе честно, да, вот я буду с ней разбираться на глубоком уровне. Вот, с чем она связана, как я её подавляю, как я её буду выражать. И тогда у них, скорее всего, не будет уже вот этих материальных проявлений. Да, но, к сожалению, мы зачастую не можем разобраться с куда более простыми вещами в нашей жизни. И мне кажется, что для русского человека вообще это не в нашей ментальности копаться в себе, разбираться в своих эмоциях. Ой, нет, я поспорю, я поспорю, я поспорю. Зачем люди пьют? Зачем они пьют водку? Не знаю. Я вам скажу. Невкусно, куча проблем, куча денег. Значит, для того, чтобы поделиться своими душевными переживаниями. Вот, они снимают этот блок контроля, они готовы найти любого первого попавшегося и сказать, Вася, ты меня понимаешь? Ты меня уважаешь? Ты меня уважаешь? Вот я тебе расскажу, ты меня наболела, да, вот не могу я ничего сделать, да? Я очень надеюсь, что у вас тоже наболела. Мы сегодня ведем разговор с удивительным человеком, который, ну, вроде бы как бы доктор, на самом деле гораздо больше, чем доктор. Оставайтесь с нами в доле, и мы вернемся к беседе с Аллой Осиповой после новостей. Это программа в доле, и у нас в гостях терапевт, кардиолог-гомеопат, преподаватель Лондонского Королевского Гомеопатического Колледжа, писатель Алла Осипова. Алла, ну, конечно, вы наверняка ведь тоже не сразу научились себя даже саму, не говоришь о своих пациентах, воспринимать как некую единую вселенную, которая все взаимосвязана. Я была страшным ортодоксом. Вы получили традиционное медицинское образование. Я закончила первый медицинский институт, и я мечтала быть хирургом, но в жизни случается так прекрасно, что иногда какие-то вот дефекты, которые, казалось бы, ужасны, вот, поскольку я очень плохо видела, и у меня было минус 12 зрения. Ничего себе. Да, то я не смогла быть хирургом, вот, поэтому мне пришлось осваивать там другие какие-то техники, вот, потом мне сделали операцию там и все такое, в общем, и я стала разбираться очень глубоко в самой медицине, потому что, когда я работала, я работала в скоропомощной больнице 23-й. То есть, в общем-то, на передовой. На передовой, да, то есть очень хорошая у меня была школа такая скоропомощная, вот, и у нас половина отделения лежали с... Люди, которым подбирали лекарства, а половина отделения от них умирали фактически. Люди, которых убивали лекарствами. Лекарствами, да. Это отделение было клинической фармакологии, одно из немногих в Москве, и туда привозили вот как раз эти лекарственные осложнения. С ума сойти. То есть у вас была такая стереокартина перед глазами. Стереокартина абсолютная. Вот. И я пришла к выводу, что вот этот вот путь, он совершенно тупиковый, потому что даже самые лучшие профессора, они просто не понимали, вот в какой момент взорвется бомба. То есть это русская рулетка в чистом виде. Кому можно назначить препарат, кому нельзя препарат, и что от него будет потом. Однажды к нам поступили две женщины, вот как теория парных случаев. У них был такой совершенно необыкновенный румянец, такого синего цвета, синий-фиолетовый, очень красивого. Ужас. Да. Вот. Они причем лежали, одна поступила, и буквально через там две недели вторая. Оказалось, что у них кардароновые легкие. Это как это? Это препарат очень широко используется для аритмии. Им назначили, они очень ответственно его пили. Антиаритмик такой, очень такой популярный. Вот. И у них полностью легкие начали растворяться. Да вы что? Да. Вот. Препарат очень хороший, казалось бы. Почему у этих женщин вдруг возникла кардароновая легкая? Оказалось, что у них вот такой вот обмен веществ особенный, да, который не позволяет воспринимать этот препарат. Вот. И там в больнице у меня были замечательные учителя, в частности, Иосиф Юрьевич Блинков такой. Вот. Он очень часто назначал препараты, одну 32-ю таблетки, одну 16-ю. И они все работали. То есть, он говорит, главное закрыть рецепторы. Вот. И я к нему пристала, ходила за ним просто по пятам. Мне было очень интересно. Он говорит, знаешь, что, дедочка, вот я тебе советую, изучай-ка ты гомеопатию. Почему? Ну, изучай-ка гомеопатию, потому что вот за ней будущее. Вот эти материальные дозы, все-таки это очень опасно. Ты же видишь, что происходит с пациентами. Вот. Это бомба замедленного действия. Неизвестно, как два препарата в организме будут. А сейчас по пять назначают, по шесть. Ну, вы-то с вашим традиционным таким классическим медицинским образованием, с хирургическим мозгом, вообще при слове гомеопатии должны были просто оскорбиться. Я просто оскорбилась. Да, вплоть до того, что у меня есть друг такой, Александр Коток. Вот, он сейчас живет в Болгарии. Да, я видела вчера его книжку про беспощадную иммунизацию. Беспощадную иммунизацию, да. Вот. И он на третьем курсе поехал в Киев, стал изучать гомеопатию или диагностику. Я так над ним смеялась. Я говорила, ну что за бред вообще, какие-то пилюльки, одна там тысячная, сахарные крупинки, это все вообще мракобесие. Вот надо резать к чертовой матери. Вот. Ну, а потом оказалось, что он прав, потому что действительно, вот я просто вижу, как меняется человек, меняется его жизненная сила на гомеопатию, как меняется, он находит свое предназначение. А как даже так? Человек находит свое предназначение в результате гомеопатической терапии? Ну вот, я уже просто немножко устала, конечно, от этого, но у меня просто есть яркий пример, вот Дарья Донцова, да, она же была моей пациенткой, она не писала ничего о гомеопатии. Когда у нее заболела, когда она заболела онкологией? Да, 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 да. Ее не хотели оперировать. Так. Да, она пришла ко мне, в общем, в таком достаточно безнадежном состоянии, потому что операторы сказали, что поздновато уже, и все. Вот она вообще не хотела оперироваться, сказала, что нет, ничего не писала. Она же была репетитором, ездила по Москве и преподавала. Вот чудес совершенно женщины, очень необыкновенные. Это, конечно, нехорошо говорить за глаза, правильно ли я понимаю, что у нее, я почему-то не знала, что она болела раком до того, как стала писателем. Да, она болела раком до того. Так. Вот, и потом, когда она очень просто чистой оказался тип, и у меня были очень хорошие лекарства, мне из Италии их привезли, я дала ей лекарства, после чего у нее развелась температура. А Гиппократ говорил, дайте мне лихорадку, я вылечу все. Вот, и у нее опухоль очень уменьшилась. Ее подруга Оксана, онколог, она приехала, говорит, я такого в жизни не видела, научите меня. Вот как вы это делаете? Я говорю, знаете, гомеопатия – это индивидуальная, это индивидуально сшитая одежда. То есть у каждого человека свой рецепт? Абсолютно. Каждому свое, да. И надо подбирать именно по индивидуальному проявлению, потому что мы все разные. У нас разные тараканы в голове, у нас разный обмен веществ, генетика нам и так далее. Вот, и надо чуть-чуть помочь организму, чтобы он сбросил какое-то количество токсинов, вот, и потом она начала писать. Вот это да. Да, вот эту историю я, кстати, тоже, я не знала, что ее писательский дар был связан с перенесенным заболеванием. Я как-то думала, что там все параллельно одно? Нет, 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 она ничего не писала. Фантастическое. То есть попутно она и нашла свое предназначение. Да. Скажите, но ведь в те годы, где было учиться гомеопатии человеку, ну, я не знаю, это еще скептически настроенному? Ну, была всегда киевская гомеопатическая школа, которая до сих пор... В Советском Союзе еще. Да, киевская школа. Всегда были какие-то переводные материалы, репринты, там все это изучалось, переписывалось от руки. То есть что-то было, что-то было. Ну, вот мне кажется, ну, простят меня слушатели, я не совсем, конечно, здесь объективный человек, поскольку я сама гомеопатией пользуюсь и лечу из своих детей. И тоже могу сказать стопроцентно, что когда у меня была очень серьезная проблема со здоровьем, близкая к уровню жизни, меня вытаскивали гомеопаты. И, в общем-то, ну, не только, конечно, но я поняла, что на многие вопросы традиционная медицина ответить не в силах, по крайней мере мне, увы. Но я считаю, что надо быть гибкими. Да, да, безусловно. Абсолютно. Нельзя упираться в какую-то одну систему в одном месте, там, годится традиционная медицина, она прекрасна, emergency-случаи там и так далее, да, скоропомощные. Вот. А в каких-то случаях, вот в случае хронических заболеваний, надо просто слой за слоем вот это раскапывать для того, чтобы увидеть истину. И кроме того... Простите, Анечка, я просто хотела сказать, что мне все-таки кажется, что, опять же, вот гомеопатом может быть не каждый человек. Это не каждый, да. Кроме образования, кроме школы, кроме там 200-летней истории этого замечательного, этой терапии, должны быть у человека какие-то, я не знаю, какая-то интуиция или какой-то рентген в голове, который будет правильно воспринимать пациента, нет? Если учиться этому, вот, и не бросить, потому что у нас мышление, оно заточено на то, чтобы подавить симптом, вот, была температура, нет температуры, все рады, довольны, куда она делась и почему вообще она была. И зачем она пришла, да. Да, и зачем она пришла. Вот, то есть у нас, понимаете, как бы организм, он гениально устроен в систему, гениально устроен. То есть все это не просто так возникает, не просто так возникает сыпь, не просто так возникает температура, не просто так возникает головная боль. То есть с помощью симптомов организм, он разговаривает, он общается, он даёт понять что-то. Вот очень часто дети, которые не любят учиться, они бессознательно болеют, они начинают страдать. И родители не понимают, что просто ребёнку, например, нет контакта с учителем. И он всеми возможными способами, организм, он создаёт болезнь, чтобы только не видеть этого учителя, который, может быть, тюнизил, может быть, как-то грубо сказал или недооценит ребёнка. Ну, дети, конечно, это очень такая тема сложная, потому что очень ломают наших деток. Мы сами их ломаем. И сами ломаем, потому что сейчас такие критерии, в общем, все должны амбиции удовлетворять родительские. Иди туда, вот, делай то. Вот, они все идти это могут, у них, может быть, какие-то другие таланты есть, но это ничего не развивается. То есть стандарт, вот, и все под это подстраиваются. На самом деле палитра очень широкая способности, которые, возможно, у ребёнка нужны. Да, ну, вот, и палитра очень широкая и у взрослого, и как гомеопату всё-таки профессионально научиться определять, какая у этого человека палитра. Вот, мне кажется, что здесь без какого-то волшебства не может обойти. Нет, волшебства здесь совершенно нет. Вот, я могу сказать точно, что если всё делать по правилам, я вот как раз буквально неделю назад читала лекцию для студентов, да. Вот, и я им говорила, что есть способность, это способность так называемая Ян и способность Инь. То есть если способность Яна есть у доктора, он чётко делает всё по графику. По логике. По логике. Он всё распределяет, симптомы отбирает, там, и так далее. Инь-диагностика – это интуитивная диагностика. Вот тебе кажется, что вот именно так. Вот, но это очень коварная вещь, потому что ты привносишь нотку свою, ты всегда через свой фильтр смотришь. Поэтому на первых порах, чтобы научиться, надо делать всё по правилам, по алгоритмам, всё как положено. Но вы ведь не остановились потом на одной гомеопатии. Вы освоили акупунктуру, и склеродиагностику, и ридодиагностику, и антропосовскую медицину. Я ещё не всё перечислила, что вы знаете и умеете. Все эти знания вы уже получали за пределами России? Нет, я всё получала здесь, потому что у нас много очень приглашённых лекторов. Вот, а я вот, как надо мной смеются, я танцую на всех свадьбах. Потому что я считаю, что есть что-то общее в каждой системе. Вот, но могу сказать с гордостью, что вот у меня был такой эпизод, что я ездила в Сеул, в Южную Корею, и там преподавала гомеопатию. Вот это очень интересно, об этом мы поговорим после новостей. Оставайтесь с нами, у нас в гостях Алла Осипова. Сегодня с нами в доле терапевт-кардиолог-гомеопат, преподаватель Лондонского Королевского гомеопатического колледжа, писатель Алла Осипова. Мы говорим о том, что в мире очень много интересных систем взаимодействия со здоровьем человека. Да, да, да. И если не все, но в некоторых количествах их объединить, то получается довольно целостная картина мира. Вы знаете, вот все эти системы, аюрведы, китайская акупунктура, гомеопатия, это все одно и то же немножко на разных языках. Человек, он един, раз. Он в тесной связи с космосом, с окружающим миром, конечно. Вот, у него есть вот эти вот части, у него есть определенная конституция, которая заложена там откуда-то, да, из предков. Вот, поэтому все, что мы не коснемся, все одно и то же, абсолютно. То есть все подтверждает одно и то же, просто немножко с разными оттенками. Но получается, что, может быть, я опять же ошибаюсь, что человек, который приходит с проблемой, в итоге получает не совсем лечение, а некую как бы наладку, да? То есть его как аппарат происходит настройка всего организма, чтобы все звучало красиво в унисон, а нигде не было какафонии. Да, абсолютно. Вот, и самое главное, понимаете, вот врачи, они выбрасывают очень существенную вещь, они выбрасывают душу, потому что душа очень часто страдает. Вот сейчас ко мне просто идут и идут женщины, которые работают бухгалтерами. Почему именно бухгалтеры? Потому что была мода, были хорошие деньги, был надежный кусок хлеба, но далеко не каждый может быть бухгалтером. Может быть, девочка, она мечтала быть дизайнером. Ну, балерина – это особый случай, вот, но какие-то другие способности. Она ненавидит ежедневно эту работу. Она продолжает туда ходить. И поэтому она начинает страдать, она начинает болеть, у неё всё начинает разложиться, потому что мы проводим на работе очень много времени. И дело, которое ты занимаешься, оно должно приносить невероятное удовольствие. Оно должно зажигать. Оно должно, наоборот, оздоравливать человека. То есть получается, чтобы выздороветь от какой-то вполне объективной физической болезни, бывает достаточно всего лишь сменить работу? Конечно, конечно. Найти своё предназначение, это очень важно. Вот, и я хочу сказать, что мать Тереза говорил в своё время, то есть у нас есть только два пути. Или ты делаешь то, что тебе нравится, или ты начинаешь сильно любить... То, что ты делаешь. То, что ты делаешь, да. Мне кажется, это замечательные слова, потому что не все резко могут, но изменить свои отношения, найти какие-то творческие подходы – это вот то, чем нужно заниматься. И это приведёт к здоровью, потому что жизненная сила не будет так уклоняться. Вы освоили огромное количество знаний о человеке. Как вам пришло в голову этим делиться с другими? Потому что одно дело уметь самому, а другое дело научить кого-то ещё. В лекции в Сеуле, Королевский гомеопатический колледж в Лондоне. Как вы стали преподавателем? Вы знаете, это получилось совершенно случайно. И вообще я, конечно, не лектор, потому что мне проще написать книгу. Вот у меня вышли две книги. Одна посвящённая правильному лечению гипертонии, и вторая по сахарному диабету. Ну, они нравятся очень публике. Сейчас всё раскупили. Я бы с удовольствием сама купила эти книги, но их нет. То есть мы будем, наверное, пересдавать. Хочется, конечно, уже делиться, хочется рассказывать. Но здесь важно ещё, чтобы аудитория горела, чтобы люди приходили, которым это интересно. Есть люди, которые и не владеют медициной, они понимают сущность вот этого. Скажите, а вот мне интересно, в Корее ли, в Лондоне ли по-другому относятся к здоровью, к человеку, чем в нашей системе? Вы знаете, в Корее вообще у них традиционная система, то есть они знают всё про энергию. Например, в Корее... Как китайцы, да? Немножко по-другому, они близки, конечно, очень. Вот, например, в Корее очень не приветствуются показы фильмов ужасов в холодное время года. Именно в холодное время? Да. Почему? Да, фильмы рассказывают. Это очень интересно. Значит, они считают, что фильм ужасов, он очень сильно охлаждает. Вот как. Ну да, правильно, потому что тебя бросает... Почки. Страшно. Да, ты лезенеешь от ужаса. Да, 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 да. Энергия страха действует на почке. И это плохо для народонаселения корейского, для трудящихся. Вот, поэтому... А что они смотрят зимой эротику? Они смотрят нейтральные фильмы. Ага. Да, эротика тоже хорошо, потому что она согревает. Вообще вот энергия жары, энергия любви, вот, она согревает. Вот. И почему у нас в России пьют так много? Потому что мы очень холодная страна. Мёрзнем. Мёрзнем. У нас слабость энергии почек. Поэтому нам надо или влюбляться, или пить. Вот это да. Или, может быть, есть свёклу. Основу. Свёклу и редьку. Потому что они очень согревают. Да, экстремальные виды спорта. Экстремальные виды спорта – это хорошо. Это хорошо, потому что это немного согревает, но экстремальные виды спорта без страха. Так. Значит, корейцы, да, они, наверное, действительно в такой традиции пребывают древние. А вот на Азапад? Азапад? В Лондоне гомеопатия очень популярна. Королевская семья лечится гомеопатией. Правда? Да. У нас даже приезжала, читала лекции доктор Чарльза, принца Чарльза. Они считают, что вот генофонд, он не должен портиться лекарствами такими грубыми, аллопатическими. Ну как же так? Со всех сторон на нас сваливается огромное количество новинок фармацевтики. Мы ходим в аптеки, там просто 800 видов каждого лекарства на каждый случай. А королевская лондонская семья лечится гомеопатией. Да, а побочные действия мелкими буковками внесу. Вот. И неизвестно дальше, чем мы идём глубже, тем опаснее. То есть безопасна становится хирургия, потому что она достигает уже технологических высот, и очень опасна становится терапия. Потому что, во-первых, очень много лекарств назначают химических. Кроме того, они уже действуют очень-очень-очень глубоко. На уровне ДНК почти. Да-да-да, именно так. Значит, возьмём, например, вот есть такая замечательная компания МЕРК фармацевтическая. Очень хорошая компания. Они выпустили несколько лет назад противовоспалительный препарат ВИОКС. Все аплодировали, классно всё проходит. Рука болела, тоже перестаёт. Ну, бац, внезапная смерть сердечная. И они отозвали этот препарат, потому что было огромное количество скандалов. Вот. То же самое происходит. Это же вроде как-то всё проверяют на каких-то несчастных грызунах и прочих. Очень часто, очень быстро проходят эти клинические испытания. Они полностью недостаточны. А потом люди всё-таки не грузны. У них совершенно другой метаболизм и так далее. Вот. Поторопились также с прививкой гордосилы, вот это попелом вируса. То есть очень много сейчас тоже нареканий, очень много побочных действий, вплоть до того, что рассеянный склероз развивается в результате этой прививки. И вот этот широкий охват детей. Детей прививают. Сейчас планируют даже мальчиков прививать. Вот. Это, конечно, совершенно неоправданно. Это плохо исследованная вещь. Очень быстро они её запустили в широкую продажу. Она очень дорогая. Вот. И до бесконечности я могу об этом рассказывать, потому что ко мне каждый день приходят люди, которым я отменяю лекарства, и они начинают лучше себя чувствовать. Но ведь, вот опять же, это ведь очень сложный психологический момент. Конечно. Вот моя свекровь очень любит лечиться лекарствами. Её невозможно ничьи, хотя у неё уже удалён желчный пузырь. Она действительно уже нездоровый человек. Правда, очень хорошо выглядит, видимо, потому что сидит на правильной диете. Но тем не менее, да. Она, вот для неё просто вот медицина, это фармакология, это аптека, это просто МЕКА, где есть ответы на все вопросы. Она знает всё как надо. Вы никогда не убедите такого человека, что можно отложить все эти колёса и лечиться там иголочками или крупками, или вообще просто пробежками на свежем воздухе. Вы понимаете, дело в том, что нет ничего плохого и нет ничего хорошего. Вот так вот, да? Если она это выбрала... Вот почему люди курят, как вы думаете? Вот что они вдруг курят? Потому что они хотят курить. А оказалось, что это более глубоко. Они хотят саморазрушиться. Почему? Потому что это бес... Она же знает, что это яд. Они неосознанно курят. Да. То есть это бессознательный сигнал. Разрушь себя. А зачем? Как зачем? Значит, им что-то не устраивается в окружающем мире, что-то их очень напрягает, поэтому они начинают себя разрушать. И ваша свекровь, возможно, она пьёт эти препараты не для того, чтобы оздоровиться, а для того, чтобы что-то не делать в своей жизни. Но в вашей жизни ведь тоже был период, когда вы совсем не верили ни во что подобное, смеялись. Конечно, конечно, да. Но какой-то сдвиг произошёл в результате того, что вы гибкий человек, открытый, молодой, и вам, наверное, было просто интересно и любопытно, и вы увидели, как это работает. Но огромное количество клиентов современной медицины это взрослые уже люди, которых невозможно переформатировать. Они... Это старая школа. И как вот объяснить этим людям, что они... Это не печень и не почки, и не аритмия, и не гипертония. А Иван Петрович Иванов в совокупности. Понимаете, дело всё в том, что это знание, оно приходит, когда, так сказать, жареный петух уже клюнет, да? Вот. Поэтому, как правило, человек, вот у него наблюдается такой момент, когда он понимает, что вот что-то такое, и вот не работают уже эти таблетки, вот эти уже колёса, да, которые он там заглатывает в огромное количество, и оно что-то другое. Ну, а вам не обидно, что вот, ну, вы знаете, у вас есть такой вообще такая операционная система, но вы не можете её предложить большому количеству людей просто в силу их там недоверия, неверия. И обидно, и знаешь, как помочь, а люди не просят о помощи. Нет, вы знаете, дело всё в том, что я не собираюсь быть таким трибуном. Вот. Те, кто осознал что-то, они приходят, потому что я не делаю никакой рекламы никогда, и я сижу в домике, вот, но ко мне приходит очень много народу, потому что они видят результаты лечения, вот, там, соседей каких-то близких, там, и так далее, жены приводят мужей, мужчины, кстати, страшные скептики. Да? Да. А я вообще лечиться не люблю. Конечно, нет, они приходят, там, вот, я в вашу гомеопатию не верю, я говорю, я тоже не верю. Верить надо в Бога, а зачем верить в гомеопатию? Коровы лечатся, хомячки повышают плодовитость от гомеопатии. Какие ещё доказательства нужны? Это не плацебо, это та система, которая 200 лет работает, значит, что-то в ней есть. Возможно, там не всё правильно, не всё так, как написано в книгах, но она обращается к жизненной силе. То есть основная задача гомеопатии и иглорефлексотерапии, и аюрведы, и всех этих систем, это оживить жизненную силу, сделать ревитализацию, как бы, человека. И тогда он... Опять же, наладить так машину, чтобы она работала на максимальном... Да, но, понимаете, дело в том, что сравнение с машиной меня же коробит, потому что, во-первых, мы не машины, да, вот, и, во-вторых, мы стали машинами, потому что если вы поедете, вы увидите, что все спят. Мы просто превратились в роботов, которые идут, а ничего не видят. Вот если проехаться метро, все идут, ни на кого не обращают внимания, уткнуты в гаджеты какие-то, да, то есть человек не понимает, вот, зачем он ходит на работу, какое его предназначение, с кем он живет, как строится... Да, вот просто все на автомате. Раз, бац, и жизнь прошла. То есть жизнь пропускается. У вас очень непростая работа в том смысле, что вам приходится общаться с огромным количеством людей с абсолютно разными характерами, настроениями, тараканами, и, в общем, это, конечно, не только про медицину, но и вообще про психологию, и про какую-то, наверное, социологию. А есть люди, от которых вы отказываетесь, не знаю, потому что они вредные какие-нибудь? Я люблю очень вредных, очень люблю вредных, и, понимаете, обычно вредные – это очень сильно больные или обиженные. Вот, и вообще, понимаете, вот когда приходит пациент, значит, он зачем-то нашел тебя, да, значит, ты ему можешь помочь. И отказывается, мне кажется, это очень некрасиво. То есть максимум того, что, ну, если какие-то технические моменты, там, вот, нахулиганит или как-то меня подведет, я, конечно, от него откажусь. Вот, но я люблю таких тяжелых пациентов. А ключик ко всем болезням можно таким образом найти? Или хотя бы попытаться найти? Или все-таки есть случаи, за которые вы уже не беретесь? Я стараюсь браться за все случаи. Потому что берется не за диагноз, а именно за человека. Насколько он готов бороться? Насколько он готов бороться, и насколько он готов обратиться вот в глубину себя, то есть пойти глубоко. Вот сейчас, ну, мы очень часто в этой программе говорим про деньги. Понятно, что с вами мы говорим не о бизнесе, а гораздо более широких вещах. Но, тем не менее, можно сказать, что это призвание, оно, в общем-то, еще и финансово вас как-то радует? Вы знаете, оно могло бы меня радовать. Могло бы. То есть мне предлагают разные там схемы повышения оплаты за прием. То есть почему ты не повышаешь. Но мне кажется, это немножко вот как бы аморально все-таки так сильно повышать цены. То есть медицина не должна становиться бизнесом? Ни в коем случае. Вы знаете, и я отказываюсь работать, вот знаете, с компаниями, которые предлагают пищевые добавки, потому что, чтобы у меня не было вот зацепки этой финансовой, потому что вы же видите, что происходит, да? Чтобы быть свободной. Я должна быть свободной, и чтобы у меня не было никакой финансовой привязки. Я хочу быть свободным художником, не привязанной к деньгам. А художник, нет, о художественных, точнее, писательских наклонностях нашей гости поговорим после новостей. С нами Алла Осипова, терапевт, кардиолог, гомеопат, преподаватель Лондонского Королевского гомеопатического колледжа. Еще раз напомню, что сегодня с нами в Доле женщина, которая создала уникальное пространство вокруг себя и помогает людям, и лечит людей самыми разными способами, тем, что мы называем нетрадиционная медицина. Но мне очень нравится, Аллен, термин антропосовская медицина, да? Правильно? Это взгляд на человека как на единое целое, которое невозможно разделить на больные или здоровые органы, на дурной или хороший характер. Вот просто такое уникальное явление, которому можно помочь жить долго и счастливо. Алла Осипова у нас в гостях. Вы писатель. Когда вы говорите про книжки про гибертонию или диабет, я понимаю, это специальная литература, опыт работы с больными многолетней. Но вы ведь пишете художественные книжки. Да, изначально я писала именно художественную литературу. Как это получилось? Ну, как вы понимаете, что я тоже себя лечу гомеопатией, и в какой-то момент у меня пошли тексты, у меня пошли какие-то просто озарения, и я просто стала все это записывать. А просто вот как, просыпаешься, и вдруг тебе приходит... Да, да, да. И я поняла, что все-таки мне надо что-то это как-то зафиксировать. Вот у меня получились такие женские романы. Про любовь? Про любовь, конечно, конечно, про любовь. Вот. И обязательно с хорошим концом, потому что все должно заканчиваться хорошо. Ну, вот это вообще какое-то, кто-то подумает, безответственное заявление в нашем современном мире, когда вокруг происходит столько всякого вообще ужаса, кошмара, дефолтов, кризисов и вообще обмельчания. Я сегодня слушала замечательные лекции Димы Быковой, «Прямая речь», и он рассказывал о романе «Пирамида», и там прекрасная концепция того, что человечество для того, чтобы выжить, должно обмельчать. То есть если оно не обмельчает, оно само себя уничтожит. А если оно становится с каждым поколением все пошлее, все менее, я не знаю, там, духовным, все более потребительским, прочее, прочее, просто вымирает, тупеет, деградирует по всем фронтам, тогда у человечества есть шанс выжить. Вот в глобальной перспективе вот этого всеобщего обмельчания и пребывания к вершине пирамиды в какой-то деградированной форме вы очень вразрез идёте со всем этим процессом. Вы производите впечатление человека очень цельного, очень какого-то оптимистичного, счастливого. Это вообще настолько не свойственно, мне кажется, современному человечеству? Ну, мне кажется, это не так. Не так, что не свойственно? Конечно. Вы знаете, вот если с человеком поговорить, у него есть что-то очень-очень такое чудесное внутри, которое просто стучит, как пепел класса, и говорит, выпусти меня наружу. Вы знаете, вот нет плохих людей, вот я глубоко убеждена, возможно, они больные просто. Вот. Один из моих рассказов был посвящён Ленину. Владимиру Ильичу. Да, Владимиру Ильичу. Для меня Владимир Ильич – это очень интересная фигура, потому что у нас была дача егеря Ленина. Мы на ней жили, это в Расторгуево было, да. Вот. Я жила с этим егерем Лениным, Квитковским Пётром Антоновичем. У нас до сих пор стоят стулья, на которых сидел Ленин и Надежда Константиновна. Ничего себе. Да, они стоят у нас на балконе. Вот. И он рассказал про Ленина. Вот. На самом деле Ленин, он же болел сифилисом. Он заразился в Казанском университете. И практически всё, что с ним дальше происходило, это буйство вот этой вот спирохеты, мозгу. Вот это да. Да. Это деструкция. Это вот все проявления сифилитические, вот его жестокость неоправданная в каких-то моментах, там ещё что-то такое. Это был просто тяжело больной человек. Поэтому, понимаете, вот так вот кого-то осуждать, да, и говорить, что вот там преступник, давайте вышвырнем там его. Это бедный дедушка больной, вот, который проявлял в определённой степени там и милосердие там кому-то и так далее. Вот мне кажется, что ужасно, что с водой выбрасывают ребёнка. Да, но, конечно, с точки зрения христианского мировоззрения, это действительно очень всё правильно, там, смириться, всех простить и прочее. Но, наверное, вот наши слушатели сейчас подумали о каких-нибудь педофилах, о каких-нибудь гнусных людях, которые всё равно однозначно вот прям прибить, убить и всё, расстрелять. Вот все, кто сидят в тюрьмах, вот это просто необходимо их идти и лечить, потому что там сидят глубоко больные люди. Важно, а всех не хватит. Хватит других. Ваших учеников? Конечно. У вас сейчас есть ученики, которых вы действительно спокойны и которые смогут это знамя помощи людям нести дальше? Ну, вы знаете, я не могу сказать, что вот именно я учитель, у меня есть ученики. Я стараюсь донести те знания, которые я уверена в них, потому что вот мой практический опыт, у меня очень большой стаж, не буду рассказывать, сколько у меня стаж, вот. Я просто в них уверена, и я знаю, что из них получатся очень хорошие гомеопаты, которые будут преданы этому. Очень большой интерес сейчас. Огромные залы собираются вот на Лондонском колледже. Все хотят знать истинную медицину, да, которая не связана с тем, чтобы рекламировать какие-то фармацевтические препараты, потому что гомеопатия, она рассказывает и как наследственность принимает участие в заболеваниях, как эмоционально, ментально происходит с человеком, да, какие у него иллюзии. Вот, то есть это очень интересно, и мне кажется, что жаль, что наша медицина, она совершенно вот это выбрасывает. Вообще, если так вдуматься, то в какой-то степени, обладая теми знаниями, которые у вас есть, можно вообще какое-то мировое господство завоевать, потому что ты видишь людей, ты понимаешь их мотивы, поступки, и, наверное, можешь найти общий язык с кем угодно. Это правда, это правда. Вы знаете, одно время у меня был период, когда меня очень любили солнцевские бандиты, да, и причем бандиты такие очень серьезные, авторитетные, да, вот. И я была просто глубоко в этой команде. Вы знаете, какие там есть трогательные люди, вы даже не представляете. Они чистые, добрые, и они иногда гораздо лучше, чем какие-то вот интеллигенты, которые вот есть у них вот какой-то эгоистичный, там, гнильца такая, да, такая подленькая, вот, ну, это тоже болезненное очень состояние. Вот, то есть на самом деле это просто не наигравшиеся мальчишки, а обычно из таких бедных семей, вот, которые... У которых появился доступ к большой песочнице. Да, 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 это так. Но получается, что тут вам тоже этически приходится делать очень сложно выбор, кого лечить, кого не лечить. Или, согласно клятве Гиппократа... Нет, лечить надо всех однозначно. Даже если человек вызывает у тебя отвращение? Конечно, конечно. Ну, как это? Через себя переступать? Почему? Ты же его лечишь. Значит, ты делаешь его лучше. Ну, он, гад, он не знаю, он убил ребенка, а ты его лечишь. Он болен. То есть судит Господь? Он болен. Нет, вопрос не в этом. Или уголовный кодоп. Понимаете, дело в том, что это не возникает на пустом месте. Значит, где-то какая-то была страшная поломка. Или его обидели в детстве. Или ему дали вот те же препараты, там, у него мозги, там, какая-то зона, там, у него вот это вот. Нейротрансмиттеры не так. То есть никого нельзя наказывать? Я считаю, что вообще всех надо лечить. Но, вы знаете, тюрьма – это тоже хорошее место, между прочим. Потому что вот если мы возьмем даже пустерайт. Вот посмотрите, какие девчонки были, да, вот. Ну, отвязные девчонки-то были, да. И посмотрите, какие у них сейчас стали глаза. Они не только печальные, они мудрые стали. Вот эта Надежда Толоконникова, она же привлекла внимание, а сейчас будут менять вот условия содержания. То есть, возможно, это была ее миссия как раз в этом мире, да. И она будет совершенно другой, когда выйдет. Она будет более мудрой. Она поймет, что от тюрьмы и от суммы не зарекайся. Вот. То есть я считаю, что я знаю достаточно многих людей, которым тюрьма пошла на огромную пользу. Понимаете? Поэтому вот так вот где-то посидеть в каком-то замкнутом пространстве иногда неплохо. Скажите, неужели у вас вот не бывает таких моментов, когда ты не уверен в себе, ты просел, у тебя нет сил? Ну что, что, у меня бывает все. И психозы, и срывы. А себе можно помочь в этих ситуациях? Конечно, конечно. Я себя лечу по возможности. А силы где черпать? Черпать? Вы понимаете, дело в том, что мне очень нравится то, чем я занимаюсь. Вот. И потом я получаю такое наслаждение, когда я гляжу на своего сына, на свою дочку. Вот. Вы понимаете, это огромная поддержка. У меня чудесная невестка. То есть это вот моя семья, которая меня очень поддерживает. Вот. Кроме того, у меня есть замечательный возлюбленный, который тоже меня очень поддерживает и придает мне силы. Вот. Поэтому я очень счастлива. Скажите, пожалуйста, вот в этом во всем удивительном, в этих во всех удивительных занятиях, которые вы освоили и которыми, в общем, ну, одариваете всех своих пациентов и близких, есть ли место для чего-то еще? Чего вам... Ну, то есть вы говорите, я очень счастлива. Это значит, что все есть для полного счастья. Или чего-то не хватает? Ну, я бы, конечно, мечтала бы открыть какую-то свою клинику. Вот. Или, может быть, даже вот какой-то кабинет, где я могла бы кого-то учить чему-то, да? Но поскольку у меня очень ограничены организационные возможности, кроме того, у меня просто нет времени. Вот я думаю, что я буду делать? Я кому-то еще помогу? Или же я буду заниматься какой-то ерундой? Вот, к сожалению, у меня надежда только вот на моего сына, потому что ему 22 года, он закончил Плехановскую академию, которая здесь рядом расположена. Вот. То есть если вот он сможет мне организовать это пространство, тогда я туда. Но почему бы и нет, в конце концов? Возможно. Семейное дело никто не отменял. Я подумала, вот вы говорите, открыть кабинет, в котором можно было бы не только лечить, но еще и учить. А ведь вы и учите всех людей, которые к вам приходят со своими проблемами, со своими болячками. Вы даже, ну, то есть это не лекции в Лондонском Королевском гомеопатическом колледже, но это все равно каждый раз индивидуальное обучение. Индивидуальное, да. Образы жизни, отношению к себе, отношению к людям, я не знаю, начиная от того, как правильно проснуться утром, и заканчивая тем, как найти себя в этом мире. Вы не устаете от нас, всех этих вот сумасшедших, безумных людей, которые приходят за одним, там, я не знаю, с каким-то свербелением в одном месте, а получается комплексная информация. Всегда новая информация. Да, и вы знаете, вот просто хочется о каждом написать книгу, потому что истории жизни настолько интересны, и вот трансформация, эволюция человека, потому что мы все трансформируемся, меняемся, и мы идем все равно куда-то вперед. Мы же бестолковые, мы же не хотим ничему учиться, мы не хотим бросать пить, мы не хотим начинать вести здоровый образ жизни, мы не хотим, я не знаю, прощать близким их ошибки, мы хотим обижаться, гневаться и прочее. Вы не устаете от того, что нужно взрослых людей учить как маленьких детей? Это очень интересно. И каждый случай, он уникален. Всему свое время? Всему свое время. И что, каждый человек может прийти к миру с собой? Конечно. Да. Его можно этому научить? Да. Вот есть, опять же, учение, которое называется гомеосинергетика. Его разработал Марчелло Манселата, вот это итальянский ученый. Он считает, что надо освоить семь фундаментальных законов гомеосинергетики для того, чтобы человек мог продвигаться вперед. Прежде всего, это закон зеркала. То есть, все люди, которые с нами сталкиваются, они чему-то учат. Вот, поэтому каждый пациент, который ко мне приходит, он чему-то меня учит. И он приходит не просто так, а потому что у нас есть что-то общее очень с ним. Очень на глобальном уровне. Что-то глубокое, общее. Вот. И точно так же вот этот закон зеркала, он работает очень в партнерских отношениях. То есть, очень часто мы приписываем, вот, например, у женщины муж, который пьет. Зависимость. Она страдает, она жертва, но на самом деле, если покопаться глубже, она тоже зависима. Она может быть зависима от еды. От шопинга. Она может зависеть от шопинга. Она может зависеть от... От работы. От того же мужчины, да? То есть, она зависит. Но у женщины должен быть собственный проект. Она не должна быть зависимой ни от кого. О, господи, это тема для 18 тысяч передач. Как жалко, что незаметно пролетел этот час. Но, друзья, если вам будет интересно, вы можете найти Аллу Осипову в Москве и обратиться к ней персонально. Терапевт, кардиолог, гомеопат, преподаватель Лондонского Королевского гомеопатического колледжа, писатель Алла Осипова была сегодня с нами в доле. Спасибо большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!